Пожнали фигуру Юнусбека Евкурова, потому что мы, конечно, помним эти кадры, забыть их сложно с июньского пункта, с июньского пригожинцев на Москву, когда Пригожин публично унизил Юнусбека Евкурова, и когда бывший глава Ингушетии, бригальный генерал, заместитель министра обороны, что-то там шамкал, вякал и вообще позорился, а бывший путинский повар над ним всячески издевался на камеру. Тот факт, что сегодня как будто бы Юнусбек Евкуров станет куратором, что ли, от Минобороны Вагдаровцев, это он вымолил себе вот такую месть, то есть это чтобы ему не обидно было. А вот жалко, Путин нам рассказывает еврейские анекдоты и байки, а не рассказывает кавказские, что вот нельзя вот обижать там, я не знаю, кавказского орла, что-нибудь, какой-нибудь по этому поводу анекдот мы от него должны услышать, что-то он как-то не в форме, не в форме явно. А так, да, все-таки отомстил, конечно, отомстил. Еще про другого кавказского орла хочу поговорить, кавказский орел, Рамзан Ахматович, то ли мертвый, то ли живой, как у Бродского стихотворения, которое, кстати, процитировано на могиле Пригожина. Но, тем не менее, то ли мертвый, то ли живой, но активно занимающийся легитимизацией или легитимацией, кому-то больше нравится насилие в России, через собственного сына и через себя. Якобы был разговор Владимира Путина с Рамзаном Ахматовичем, непонятно, что они обсуждали, Песков, как обычно, говорит, не хочу. Вообще, эта фраза, конечно, не хочу великая, не хочу отвечать на любые неудобные вопросы, не хочу. Ну, ты же пресс-секретарь какая-то, не хочу. Хочу за тут дорогие часы и отдыхать на Сен-Барс. Отвечать на вопрос не хочу. Так вот, как будто бы поговорил Владимир Путин с умирающим Рамзаном Ахматовичем. Как тебе кажется, вообще, позиция Рамзана Кадырова сегодня в российской политической элите? Они скорее пошатываются? Может ли Владимир Путин тоже так обозлиться на него, как на Пригожина, что возьмет и собьет самолет, летящий из клинической больницы в Москве куда-нибудь в родовое село Кадырова? Ну, ты знаешь, я периодически думаю. Вот, например, у Пригожина явно был совершенно компромат какой-то на Путина. Все-таки он очень много лет с ним был вместе, еще с тех самых 90-х. И, например, знает, я не знаю, кто знал, кто замочил Цепова, если брать истории из давних дней, или кто убил вице-губератора Маневича и так далее. И наверняка что-нибудь было бы страшно интересное. И наверняка он где-то прикопал. А вот я пытаюсь себе представить, а вот что такого мы можем с тобой узнать про Путина, чтобы нас бы поразило бы в самое сердце? Мы сказали бы, ну нет, ну вообще, ну не может быть. Ну вот что мы должны про него узнать? Что он может сбить Кадырова? Конечно, может. Конечно, может. Он придет в голову, и да, и да, и отравит новичком, или что-нибудь еще. Может, но пока он ему нужен, пока он ему нужен. Надо будет новичком, будет новичок, да. А что такого-то? А что такого? Кстати, правда, я вот тоже думаю, что такое вот нам должны сказать про Путина. И это, кстати, мой ответ, который я часто говорю. Вот, сейчас как мы выпустим расследование, все как узнают, что за ним человек носит чемодан с говном. Да мы знаем, что за ним носит чемодан с говном. Что он убил людей. Да мы знаем, что он убивал людей. Что он совокупляется с несовершеннолетними. Да мы как бы читали не раз про то, что он совокупляется с несовершеннолетними. Очень сложно. Все, как бы, все, окей, хорошо. Он уже целовал шестилетних мальчиков в животы, да, и несовершеннолетних балерин за кулисами Большого театра оплодотворял. Это как бы уже пройденный этап. Типа, расскажите нам что-то еще. Да, и поэтому вот такой вопрос. И что же теперь? То есть, если ничего не удивляет. Не удивляет ни нас, ни массовое население, ни аквадискотеки, ни художественной гимнастки, да, ни говноносцы. То есть, в принципе, а, профессор, журналист, расследователь, становится все это бессмысленное, да, что про Путина не скажи, все равно он будет царь. И как же нам его сносить-то теперь? Сам помрет. Оптимистично. Сам помрет, это понятно. Это как бы да. Господин Соловей, профессор, до портфельного упоминания его фамилии в слое, он тоже все как-то дает надежду, дает надежду, а Путин все не помирает и не помирает. Ну, знаешь, он помрет. Конечно, хотелось бы побыстрее как-то. Я все-таки, знаешь, у меня вечная дискуссия с моими соратниками. Все говорят, вот пусть помучатся, помучатся. Да и даже как-то лишь бы побыстрее, да, вот пусть даже, вот нам нервы не тянет. Вот как-то сразу трасс, вот и помер. А то как Кадыров, да, вот не туда, не сюда, знаешь, пока не отдаст пароль от ТикТока, не помрет. Вот, будут реанимировать. Да уж как-то все равно, лишь бы только в этой твари не было. Поэтому, знаешь, нет, и когда этой твари не будет, все-таки, мне кажется, вот эти расследования, они все равно пригодятся, потому что, я думаю, что будет, знаешь, новое прочтение. Да, Шур? Будет новое прочтение этих вещей, и когда, знаешь, самое-то главное не то, что мы рассказываем, а то, как люди на это реагируют. Знаешь, когда был жив еще Немцов, это был, наверное, год, год, наверное, был 13-й, даже, наверное, раньше, и тогда еще существовавшая партия Парнас, и это придумал Немцов, я помню, пригласили какую-то, по-моему, литовскую социологическую группу, делали опрос как раз вот по расследованиям. Навальновские расследования, да, речь вообще шла о том, что Навального позвать в Парнас, там, бу-бу-бу, там, объединению, отношение москвичей, да еще накануне этой кампании избирательной 19-го года, когда Навальный баллотился в мэра, отношение к этим расследованиям. Ну да, понятно, что отношение было негативное, потому что мы и так знаем, что воруют, а нас еще и расстраивают по этому поводу. Плюс ко всему мы знаем, что воруют, а Навальный на этом пиарится. Но самое-то главное, самое-то главное, там вскрылась глубинная мечта человека. Тогда был, наверное, Сечин, самой такой популярной фигурой для расследований, так вот, дорогие растения, они что хотели-то? Они хотели устроить свою жизнь вместе с Сечином. Выяснилось, что глубинная эта мечта быть охранником у Сечина, открывать ворота у Сечина, быть водителем у Сечина, быть письмоносцем у Сечина. Вот это вот все, да, то есть не чтобы он не воровал, а чтобы к нему пристроиться и тоже что-то с этого получить. Понимаешь, вот я думаю, что в момент, когда все-таки Путин помры, и к нему пристроиться будет невозможно, интерес к этому прибавится и у других россиян, которые скажут, что, блин, а какого дискотека у него была? За мои деньги? Я думаю, что вот это, да, несовершеннолетних, а-а-а, ужас какой! Ты наверняка помнишь, это был десятый год, да, десятый, наверное, вот когда Москва горела, и прогрессивный президент, Дмитрий Анатольевич Медведев, таки смог уволить Лужкова. И я хорошо помню, тоже были рейтинги до отставки, сразу после, 76% до, через неделю 6. Тогда пригодится, тогда пригодится, в туне это не пропадет. Нет. И это вот, кстати, да, та тема, которую часто любим поднимать мы, люди, которые пытаются бороться с теми людьми, которые ошибочно поставили знак между собой и страной, да, и все пытаются поддерживать искусственным образом этот знак равенства в последние десятилетия. Ну, условно говоря, вот пример с Лужковым классный. Володя Карамурзанович, товарищ, любит проводить пример, например, с Чаушаском, у которого тоже за два дня, да, до его расстрела во дворе с женой сын. Перезвали вообще просто единогласно там на все, да. Да, да. И я вот думаю, насколько корректно сопоставить это с Владимиром Путиным, то есть совершится ли моя мечта, что вот после чего-то, какого-то яркого события, рейсинг Путина на следующий день будет шесть. Или там расстреляют во дворе с семьей. Насколько это реалистично? Или Путин это бог, да? Путин это еще пока человек, у которого рейсинг может рухнуть? Или это все-таки уже золотая статуя Туркмен Баши? Знаешь, зависит от того, все-таки, в какой момент он помрит, и в какой ситуации будет страна. То есть, будет ли он виноват во всех грехах? Конечно, в итоге, конечно, будет, но это такой дальний итог. А так-то, знаешь, это такая вот будет аберрация памяти. При Путине, я не знаю, мы полетели в космос или там что-нибудь еще, вот был такой хороший, замечательный. И вообще, мы не виноваты. Вот если будет, мы не виноваты, русский народ никогда не ошибался, никогда ни на кого не нападал, территории прирастали сами. Мы сносим памятники репрессированным полякам, потому что поляки козлы. А мы, на самом деле, никто не ошибался, когда мы их расстреливали, потому что мы вообще не ошибаемся. И вот мы украинцев в Сандармохе расстреливали, и мы не ошибались, правильно делали. И посадили Дмитриева, который нам говорил, что мы неправильно расстрелили украинцев, а мы правильно посадили, правильно расстреливали. То есть, если по-прежнему население нашей с тобой страны будет считать, что право всегда, как написано в учебниках, и никогда не ошибается, тогда, конечно, Путин еще некоторое время протянет в виде золотого памятника. А если он помнит тогда, когда потери в Украине, например, будут заметны, потому что, смотри, в ковид России потеряла миллион человек из быточной смертности. Никто не заметил. С 2022 года из России уехал миллион человек. Никто не заметил миллиона. То есть миллион – это какая-то такая цифра, которая для России пока проходит незаметно. А потери в Украине, конечно, нет никакого миллиона, разумеется, далеко до этого места. То есть когда это будет заметно? А сейчас заметно, что война – это мать родна, потому что в провинцию приходят деньги. Да, за мертвых, так они еще нарожают. А то, что там чего-то нет, я не знаю, там, хороших режиссеров, там, или так их и не было в провинции, они не доезжали, и что там, дядя Вася пойдет в театр, что ли? Никогда. Или что, он будет покупать морепродукты? Нет, он не покупал никогда. Когда они жили на подсобном хозяйстве, так и живут. И потерь столичных они не заметили, а вот деньги появились. Можно теперь купить квартиру, переехать в областной центр, можно их пропить за неделю с друзьями, можно пожить как следует на широкую ногу. Это война. А еще в каждой провинции построят, сейчас и строят заводы по производству беспилотников. А это деньги, это рабочие руки, это бизнес, и это бронь. Ты можешь пойти на войну за 200 тысяч в месяц, а можешь устроиться на завод за 80 тысяч в месяц. Деньги меньше, но, а, бронь, б, ну, тебя не убьют. Да, все-таки, ну, война это война, и там всякое про нее рассказывают. Да, мужики рассказывали. Это важно. В столицах вообще все хорошо, там пилят бюджет на восстановление Мариуполя и все такое прочее. Слушай, ну, а бюджет, например, на день оккупации, да, прекрасно новый праздник, день оккупанта. Тоже бюджеты. А потом, мы же помним с тобой, как это было в Чечне, то же самое сейчас и на оккупированных территориях. Ты строишь, строишь, я не знаю, там, дом, дорогу, там, чего еще. И так получилось случайно, что взял все, там, украл под корень. Вот совсем под корень. Как-то что-то дом-то надо показать. А бомба же прилетела, разбомбили же, ну, строил, строил. Вот только последний гвоздик забил. Надо же, а. Давайте еще денег будем строить. И так же можно до бесконечности. А главное, что можно же покупать бюджет, это еще в два раза больше, да. То есть, если бомба пролетела, то у тебя есть такое моральное и экономическое, конечно же, тоже право попросить еще и еще добавить новое. Ну, и плюс ко всему, ты же очень травмирован, да. Это же строил, строил, а тут... Ну, как не породить такому человеку? Надо еще медаль дать. Конечно, повышенную пенсию, талон на повышенное питание, на усиленное питание. Ну, ясное дело. То есть, страна-то, получается, от войны-то расцветает, да. Расцветает, хорошеет, румянцем обзавелись бывшие сограждане и так далее. Вообще, конечно, это удивительная смена полюсов. Это нахождение России в Зазеркале каждый день поражает все новыми и новыми новостями. Зазеркали. Сегодня, например, тоже я прочитал новость про то, что столицы культуры 2025 года, должны были объявить только столицу культуры 2024, это Нижний Новгород, но так вдохновились, видимо, поступком Адама Кадырова, что столица культуры 2025 года в России вообще довольно дальновидное планирование, такое крутое долгосрочное продюсирование культуры. Будет город Грозный. Вот город Грозный, посчитали в оргкомитете этого национального конкурса, это образец российской культуры, культурного поведения, культуры отношения друг к другу, культуры отношения к личности, культуры свободы, видимо, что не смогли себе отказать в том, чтобы иметь сразу двух победителей следующего года 2025. Грозный город культурам. Хотела спросить, а что там было с курортами Чечни, горнолыжные курорты Чечни, это же тоже было не так давно. Уже построили, да? Ну, как-то, видимо, из Куршавеля все поехали на горнолыжные курорты Чечни. Ну, теперь да, теперь, конечно, столицу культуры, да, конечно, логично. И хорошо, что из Нижнего Новгорода в Чечню, да, это ровно по маршруту Зарема, из Нижнего Новгорода, как ее тащили чеченские силовики, да, вот, Жахуеву в Грозный, да, конечно. Прямо вот из Нижнего Новгорода в Грозный, да, 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 да. Конечно, логично. Да, действительно, такой отчаянный путь, который регулярно повторяют все неугодные режимы Рамзана Кадырова люди. И, кажется, меня всегда поражало, как вольготно чувствуют себя на улицах Нижнего Новгорода чеченские полицейские, почему на это закрывают глаза полицейские федеральные. Вообще, вот как ты себе объясняешь феномен такой безусловной безнаказанности, отдельно взятого сотрудника Грозенского РУВД, и почему он может хамить генералу Следственного комитета и не пускать его на порог отдела полиции, если тот приехал расследовать, например, убийство Борис Немцово, и мы знаем эти случаи. Потому что может. Потому что может. Вот все-таки мы с тобой сейчас вспоминали встречу прекрасную Кадырова с Путиным, там такую, она была бы комичной, если бы не была бы, на самом деле, если бы не происходила бы с нами в нашей стране, мы бы, наверное, ржали бы, если бы это было бы, за этим не стояло бы столько горя и столько крови. Ну вот как? Вот пришел, вот пришел к тебе, в общем, провинившийся. Ну, мало того, что не умер. Ладно. Так нет, самое-то главное все-таки скандал с Адамчиком. Адамчиком, с Адамчиком, с избиением. Вот ты президент. Ну, чего ж ты его не спросишь-то? Ну, типа, ну, Рамзан Ахмадович, что там у вас произошло там с детьми-то, с вашими там, или там у вас там в тюрьме там все нормально, с правами человека там все хорошо? Говорит, да вот перегнул палку, больше не буду. Больше не буду. Вот бес попутал, да, или... Ну вот, вот парень, да, горячий попался подростковый возраст, я с ним поговорю дома. Владимир Владимирович, спасибо вам, что родной отец, да, сказали. Вот мне... А вот как это вот вообще проигнорировать? Вот вообще проигнорировать? Это что? Это означает, что теперь всем можно, у кого есть сила, это к вопросу о Нижнем Новгороде, можно тем, у кого есть сила, или второй ответ, я это одобряю, и вот тебе ответ на Нижний Новгород. А третий ответ, он меня сильнее, он меня победил, чеченцы победили Россию в Второй Чеченской войне, и поэтому это не он сегодня перед нами отчитывается, а я перед ним, и он приехал за новые порции денег, потому что это право репарации, да, мы платим Чечне репарации, он победитель, я побежденный, поэтому он может. И это тоже ответ на Нижний Новгород. А могут ли быть все три? Да, тоже могут, господи. Что побежденный не может отравить новичком, а победителя может. То есть, ну, вот такие вот отношения. Ах, феодализм, феодализм, вот он такой, и 15-летнего мальчика, может быть, он рассматривает его как преемника своего собственного, надо сказать, у него три мальчика, 15, 16 и 17 преемника может быть любым, из любого можно сделать преемника хоть завтра. Проблема в том, что преемник – это, соответственно, сменщик мертвого отца. А я думаю, что мальчики 15, 16 и 17 лет проживут минут пять после смерти отца, если кто-нибудь из них будет преемником. Ну, слушайте, ну, это классика, это Борис Годунов. Ну, с другой стороны, классика и перевернутая, будто российско-политическая реальность Борис Годунов случился же и с самим Ромданом Гадыровым, у которого подозревают в том, что это он, был в том числе одним из соорганизаторов вместе с ФСБшниками теракта на стадионе «Динамо» в Грохну, во время которого погиб. Если это не он, тогда давайте спросим друг друга, а кто? А кто тогда? А кто тогда? А что, не нашли до сих пор, да, кто Грохнуров Ахмада Гадырова? Не нашли? А искали? А что-то как-то Рамзан Ахматович что-то как-то ничего про это не говорит. Какое горе, какое горе. А что ж ты, Орел, кавказский мужчина, до сих пор не видел убийцу отца родного? Ты же все можешь. А ведь если он пришел к власти благодаря тому, что он убил отца, он же должен бояться того, что его дети и его сыновья тоже могут его убить. То есть если позволено ему, значит другим Юпитерам тоже позволено. Ну, поскольку, мне кажется, Рамзан Ахматович хотят убить примерно все, то, в общем, примерно так он, я думаю, и думает. Рамзан Ахматович